17 августа спортивная общественность Белоглинского района отмечала День физкультурника. Этот праздник в нашей стране был учрежден в 1939 году. А сегодня эта давняя традиция обрела новое звучание. Ведь в наше время спорт не только не потерял своего мощного позитивного влияния на человека, но и приобрел особую значимость, особенно в деле воспитания подрастающего поколения. В этот день в Белоглинском Доме культуры собрались спортинструкторы и главы сельских поселений, школьные преподаватели, тренеры детской и спортивной школы и заслуженные ветераны физкультуры и спорта Белоглинского района. Замглавы Людмила Бисова зачитала присутствующим приветственный адрес главы района Александра Коглина, особо подчеркнув ту важнейшую роль, которую играют специалисты спорта и физической культуры в жизни нашего общества. В своем слове Людмила Владимировна отметила, что благодаря их энтузиазму и искренним усилиям Белоглинский район занимает достойное место в крае по уровню развития массового спорта среди населения. «Хочу сказать, что в районе у нас сейчас двиги огромные. Это только на первый взгляд, и многие, может быть, и ветеранам не совсем все известны, и кажется, что вот где-то что-то не так. Вы спортивный актив района. Не будьте роднодушны, приходите постоянно, предлагайте. Мы готовы выслушать все ваши проблемы, все ваши пожелания. И только все вместе мы можем что-то изменить у нас. И мне бы хотелось, чтобы дальше у нас еще было побольше ярких, красочных, зрелищных мероприятий с привлечением большого количества населения. А вам, дорогие мои, большое спасибо за то, что вы всегда откликаетесь, поддерживаете и являетесь всегда не просто участниками, но еще и помощниками в организации этих мероприятий». За активное участие в спортивной жизни почетными грамотами за подписью главы района были награждены учителя физкультуры и общеобразовательных школ, тренеры-преподаватели ДЮСШ по футболу и детской спортивной школы Белогринского района, спортинструкторы и главы поселений, специалисты отдела физической культуры и спорта администрации района, ветераны спортивного движения, преподаватели физкультуры, школ и детских садов, тренеры детских спортивных школ также отмечены особыми памятными знаками. «Глядя на сегодняшнее молодое поколение, что бы вы могли пожелать ему?» «Я им очень много желаю. Во-первых, здоровья. Во-вторых, чтобы они больше занимались в секциях, чтобы у них комплектовался свой характер, чтобы они добивались успеха, чтобы у них было больше терпения, потому что у нас очень сложное сейчас время такое, что некоторые ребята могут не по правильному пути, а спорт их направит по правильной линии, по правильной дороге. И таким образом, благодаря спорту, физической нагрузке, они могут выйти на правильную, здоровую дорогу». «Вы человек уже такого солидного, авторитетного возраста. Как вам удается сохранять такую хорошую физическую форму?» «Значит, начало и, видимо, до самого конца. Все связано со спортом. Ну, вы как знаете, движение, спорт – это продолжение жизни. Стараюсь по возможности продолжать заниматься для себя. Ну, и немножко помогать молодежи, детям. Это уже наша профессиональная, так сказать, обязанность и профессиональная работа, которой посвятили мы свою всю жизнь». «Как работаете сегодня спортивному педагогу?» «Ну, конечно, как молодому специалисту с молодой семьей. Конечно, очень много таких нюансов жизненных». «Но не жалеете, что связали свою жизнь со школой и спортом?» «Нет, конечно, нет. Я очень рад, что попал именно в эту среду, что постоянно в общении с детьми, постоянно стараемся участвовать в соревнованиях. И видно по горящим глазам детей, что им это нравится, это все не впустую, все наши эти, вся работа». «Что нужно тренеру для того, чтобы успешно работать с детьми? Как это получается у вас? Желание, прежде всего. Надо хотеть работать с детьми. Если нет желания, то история начинает даже». «У вас какой-то секрет свой есть? Что вы применяете в работе со своими воспитанниками?» «Личный пример. Личный пример. Я всегда говорю, что пример должен быть во всем. Самый лучший учитель – это личный пример». «Как удается главе поселения исполнять свои обязанности непосредственно и играть в футбольной команде?» «Я считаю своей обязанностью участвовать в спортивных мероприятиях и принимать самому участие, пока еще есть для этого и силы, и возможности». «То есть затруднения для себя не испытываете?» «Нет, нет. Времени, я думаю, что должно на это всегда хватать. То есть это придает, наоборот, еще больше силы и энтузиазма в своей работе». «Что нужно сделать в главе сельской администрации, чтобы его поселение стало лидером по числу дворовых площадок?» «Небольшое желание жителей этой улицы. Минимум усилий администрации. Площадка появится за 2-3 дня из подручных материалов, куда ежедневно, вечером, днем будут собираться дети, родители и принимать участие в больших спортивных баталиях». Ко дню физкультурника творческие коллективы Белоглинского дома культуры подготовили небольшой праздничный концерт. На сцене выступили «Альтаир», «Квартал», «Вернисаж», а также солисты Людмила Коминова, Зинаида Куракина и Дмитрий Михайлов. А после музыкального подарка виновников торжества ждал праздничный фуршет в Дыковском кафе, где они могли пообщаться в непринужденной обстановке и на время отдохнуть от своих ежедневных профессиональных забот.